14 февраля состоялась в ней очередная 54-я сессия. Уникальное явление, стопроцентная явка. Все 26 депутатов пришли на сессию. По этому поводу даже прозвучали аплодисменты. Первым в течение трех с половиной часов рассматривали обращение группы депутатов про досрочное прекращение полномочий секретаря городского совета Борисовым Владимиром Владимировичем. Достаточно активно при рассмотрении этого вопроса была регламентная комиссия. В результате продолжительных и порой эмоциональных выступлений по данному вопросу он был внесен в повестку дня 19 голосами. Обязательно будет тот, кто вважает, что это неправильно и нужно делать лучше. Но самое интересное, что втрачает Славутич. Мы втрачаем от отсутствия командной работы. Единая нормальная командная работа для того, чтобы Славутич отримал додатковые ресурсы. Для того, чтобы Славутич мать позитивный имидж внешний, что способствует залучению инвесторов. Для того, чтобы было на кого покласситься, когда ты едешь в Кабмин або на Минрегион, а тебя там как пацана выховывают и говорят, что твоё место. И ты думаешь, есть ли у тебя тил или нет? И понимаешь, что его нет. Я не ховаюсь за этими подписами. Я дякую депутатам за их позицию. Я абсолютно приеднуюсь к этим подписам. Это и моя позиция, в том числе. Так не можно далеко працювать. Это не работа. Это не классная система державного управления, стримування и противага. Но это не стримування и противага. Это постійный суцельный негатив, опонувание. И главное, чтобы не было лучше. Это главная мета. Я так працювати далеко не могу. Поэтому я приеднуюсь к этому повернению и выношу вопросы про достроковое припинение, в том числе. Далее достаточно продолжительная процедура тайного голосования. И результаты голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий секретаря городского совета Борисова Владимира Владимировича. За 14 голосов. Не поддерживаю 9 голосов. Воздержался 2 голоса. Таким образом, с 15 февраля досрочно прекращены полномочия секретаря городского совета Борисова. Владимир Владимирович остался рядовым депутатом городского совета. А далее в течение 15 минут решили практически единогласно 24 за все вопросы, касающиеся дополнительного финансирования нашей больницы. Очередная сессия городского совета состоится 6 марта.